Всем привет! Я Анна Оськина и в этом видео я хочу рассказать о запекании полимерной глины. Где, на чем, как, какие могут возникнуть сложности, какие меры предосторожности нужно применять, на что нужно обратить внимание при выборе печки. Также у меня есть статья по запеканию полимерной глины, которую я написала уже почти 2 года назад. Я оставлю ссылочку под видео. Итак, вы слепили свое первое изделие и хотите запечь. Где это можно сделать? Кухонная электрическая или газовая духовка или электрическая мини-печка хорошо подходят для выпекания полимерной глины. Микроволновые печки в данном случае не подойдут. Полимерная глина твердеет именно под воздействием высокой температуры, а микроволновки разогревают при помощи волн. Но сейчас бытовая техника все более и более совершенствуется, и в микроволновках можно встретить режим гриля или режим духовки с возможностью установить температуру запекания. И если можно выставить именно температуру, то в таком случае запекать там можно. Также может подойти аэрогриль, в котором есть возможность установки конкретной температуры выпекания. Некоторые пишут о выпекании изделий в пароварках, на сковороде и даже в тостерах. На мой взгляд, лучше подобного не делать никогда. Это не только неудобно, это может повредить или испортить изделие окончательно, но и даже опасно. Я запекаю изделие в печке Скарлетт. Здесь видна модель SL1590. Я пользуюсь ей уже больше трех лет, может уже даже года четыре. Купила как раз, когда начала заниматься лепкой. К сожалению, сейчас такую печку уже, по-моему, сняли с производства. Но наверняка есть аналоги. Например, я читала об удачном использовании печки Скарлетт SC099. Моя ученица не нашла такую же модель, как у меня, и купила эту. Осталась довольна. При выпекании важна именно та температура, которую рекомендует производитель полимерной глины. Чаще всего она находится в диапазоне 110-130 градусов. Поэтому очень удобно, если в печке есть встроенный термометр. Но это не обязательное условие. В моей печке такого нет. Если ваша духовка не имеет точных делений и температуру приходится определять на глазок. Если вы не уверены в точности соответствия делений на регуляторе реальной температуры внутри духовки. Если в вашей духовке свойственны скачки температуры. Если вы уже пробовали запекать в своей духовке и остались недовольны результатом. То вам, конечно, будет нужен термометр. Бывают термометры от производителей полимерной глины. Бывают обычные кухонные. Которые можно купить в хозяйственных магазинах. Здесь уже на ваш выбор. При выборе печки также важен диапазон температур. Желательно, чтобы нижний предел был как можно меньше. У меня это 90 градусов. И ручка терморегулятора поворачивается на еще меньшие температуры. Примерно где-то до 60 градусов. А если минимальная температура в вашей печке 110 градусов. А печка немножечко привирает. Изделие может подгореть. Некоторые печки работают по следующему принципу. Нагреваются до большей температуры, чем вы выставили. Потом отключаются. Охлаждаются до необходимой температуры. Держат ее какое-то время. Затем снова нагреваются. И так по кругу. Одного такого непродолжительного превышения достаточно, чтобы ваше изделие подгорело. Максимум в выборе печки уже не важен. Так как в них не бывает максимальной температуры меньше 200 градусов. Ну, что соответствует нашим требованиям. То есть нам нужно 130. Также хороша дополнительная функция – конвекция. Она позволяет поддерживать одинаковую температуру на всем объеме внутри печки. Это удобно для предотвращения перекрева или недопека изделия. Вне зависимости от его расположения внутри печки. Я всегда ставлю режим выпекания, чтобы нагревались нижний и верхний элементы нагрева и работал еще и вентилятор – режим конвекции. Также будет удобен таймер со звуковым сигналом. Он удобен тем, что можно поставить изделие в печку и идти заниматься своими делами. Будь то продолжение лепки, работать, могут быть какие-то домашние дела. Печка выключится самостоятельно. Если вы находитесь где-то рядом, то звуковой сигнал известит вас об окончании запекания, и вы сможете продолжить работать с изделием. Прозрачная дверца позволяет, не открывая печку, следить за происходящим внутри. Потому что не всегда удобно постоянно бегать, приоткрывать дверцу, а беглый взгляд может спасти ситуацию. Например, если вы делаете какие-то тонкие фигурки, которые могут загнуться. Если вы работаете с жидкой пластикой, например, покрываете крем тортика, вы можете узнать, вдруг он стек или еще что-то такое случилось. Вы можете посмотреть быстренько, упало что-нибудь, не отвалилось ли, не стекли крем с тортика. В общем, какие-то такие детали. Размеры, объем и дизайн печек совершенно нам не важны. И они должны соответствовать только вашим потребностям и вашему вкусу. На какой поверхности лучше запекать? Чаще всего я запекаю на обычном листе офисной бумаги. Когда мне нужна идеально гладкая поверхность, я пользуюсь небольшим стеклом от фоторамки. Не нужно придумывать ничего сверхъестественного. Ни с бумагой, ни со стеклом. При температуре, необходимой для выпекания полимерной глины, ничего не случится. При многократном выпекании на одном и том же листе бумаги, лист бумаги только пожелтеет, но не более того. Также можно использовать керамическую плитку, деревянную доску, кулинарную кальку или пергамент, рукав для выпекания, какую-то керамическую тарелку или посуду для выпекания, картон, фольгу и все то, что не повредится при необходимой нам температуре. Ни в коем случае нельзя выпекать изделие на пластмассовой или резиновой доске, а также на доске из материала, который может оплавиться. Имеет значение на каком противне вы запекаете. Когда я приобрела свою электропечку, в комплекте было три противня. Толстый черный с антипригарным покрытием, серебристый тоненький и решетчатый. Я заметила, что на черном мои изделия подгорают снизу, насколько бы я не занижала температуру. Ставлю 90, подгорает. 80, подгорает. Опытным путем и изучив информацию о материале, я выяснила, что противень очень сильно нагревается, создавая значительное превышение температуры. Отчего изделие подгорало снизу, оно прямо оплавлялось, это было видно. На серебристом и решетчатом противне ничего подобного не происходило, поэтому я их выбрала для себя как годные. И теперь работаю только с ними. Чаще всего я запекаю на гладком серебристом противне. Естественно, ни в коем случае не запекайте свои изделия прямо на противне. Всегда что-нибудь подкладывайте, хотя бы обычный лист бумаги. Круглые бусины не будут деформироваться, если их положить прямо на лист бумаги. И отверстия не затянутся. Вообще полимерная глина не меняет свой объем при запекании. Но чтобы бусины не катались, можно сделать такой веер из бумаги и положить бусины либо в его складках, либо на зубочистках на ребрах жидкости. Как это сделать я показала. Изделие можно запекать прямо с фурнитурой, со штифтами, основами для брошек или колец. С металлическими деталями также ничего не случится. Какими должны быть температура и продолжительность нахождения изделия в печке? Температура обязательно должна соответствовать той, что указано на упаковке полимерной глины, из которой вы лепите. Не нужно ничего придумывать. Если печка привирает температуру, необходимо купить термометр, либо опытным путем вычислить нужную температуру. Как вычислить нужную температуру? Запеките маленький кусочек полимерной глины при температуре, указанной на упаковке, в своей печке. Затем пусть остынет, так как процесс полимеризации состоит из двух частей запекания и остывания. Запеченная полимерная глина становится матовой, даже жидкая пластика. Затем попробуйте согнуть. Если пластика хорошо гнется, как очень твердая резина, то у вас все отлично получилось, поздравляю. Полимерная глина и должна гнуться, это одно из ее свойств. Если только вы начали сгибать, кусочек легко разломился пополам, значит температура была недостаточно высокая. Хрупкое изделие – признак недопека. Если изделие потемнело или даже оплавилось, стало отдавать глянцем, то здесь явно, что температура была значительно превышена. Как только вы найдете оптимальную температуру на своей духовке, отметьте это каким-нибудь образом на рукоятке и в дальнейшем запекайте при этой температуре. Учитывайте также и тот момент, что некоторые цвета могут потемнеть или незначительно поменять цвет, независимо от выбранной вами температуры. Я часто слышала, да и сама сталкивалась с изменением цвета пластики Цернит и Санет. Также пластика с эффектами чаще всего меняет свой цвет. Полупрозрачная пластика всегда становится темнее, всегда. Поэтому свой опыт вы лучше проводите на кусочки белого цвета. Продолжительность выпекания зависит от размеров изделия, но она должна быть не меньше 15 минут. Некоторые производители указывают, что рекомендуют запекать 15 минут на каждые 5 мм изделия. По личным наблюдениям, даже самые какие-то большие изделия, ну не больше часа, часа вполне достаточно для запекания. То есть, если у вас кулон толщиной 3-6 мм, то 15 минут хватит. А если уже объемная фигурка, то можно подержать 30-40 минут. Если вы будете держать изделие меньше нужного, то оно может быть более хрупким, может треснуть или сломаться, особенно в тонких деталях. Ключевым фактором запекания является именно температура, а не продолжительность выпекания. Вы можете выпекать хоть 2 часа. Если была правильная выставлена температура, то с изделием все будет в порядке. Я проверяла. Если вы превысите температуру, то изделие подгорит уже за 5 минут. Также и в меньшую сторону. Если вы выставите температуру ниже необходимой, то хоть весь день запекайте, изделие скорее всего будет хрупким, будет недопек. Также можно запекать изделие в несколько этапов. Я делаю это очень часто. Например, я сначала леплю кусочек тортика, делаю корж, делаю его поверхность такую рыхленую. Потом запекаю. Запеченный кусочек покрываю кремом, украшаю ягодами, запеченными колбасками. Потом запекаю тортик второй раз. Бывает необходимо еще что-то добавить. Запекаю третий раз. Так же, как обычно, 15 минут, не меньше. Или, когда я леплю букетики цветов, отдельно леплю все цветочки, запекаю их, потом соединяю на сырую основу, запекаю второй раз. На качество изделия это не повлияет, потому что главное – температура. Если вы по каким-то причинам не допекли изделие, то его можно допечь. Насколько токсичны изделия из полимерной глины, и насколько опасно запекать их в обычной духовке, там, где вы готовите пищу. Запеченные готовые изделия не токсичны и не опаснее обычной бижутерии, которую вы можете купить в магазине. При работе же с сырой полимерной глиной нужно соблюдать меры предосторожности. Не трогать глаза и лицо во время работы, не брать пластику в рот, не есть ее, естественно, мыть или протирать влажными салфетками руки после работы. Это в первую очередь касается, конечно же, работы с детьми, потому что есть специальные самозатвердевающие глины для детей, которые можно и брать в рот, но это отдельная история. Запомните, что полимерные глины – это художественный материал, и для детей выпускаются какие-то детские безопасные аналоги. Также процитирую информацию, которую уже много раз повторяла. К 2009 году Евросоюз, штат Калифорния приняли запрет на использование фталатов, ранее содержащихся в полимерной глине и вызывающих неоднозначные мнения о безопасности работы с ней. Производители полимерных глин изменили состав и привели его в соответствие новым стандартам. Превышение температуры запекания полимерной глины приводит к разложению ПВХ с выделением токсичного газа, поэтому все производители сопровождают свой продукт предупреждением о недопустимости превышения температуры запекания. То есть это значит, что если вы держите правильную температуру запекания, не превышаете, глина у вас не подгорает, то, естественно, никакого вреда вашему здоровью она не несет. С чем можно сравнить вред от превышения температуры? Например, с горением резины, горением пластмассы. То есть если вы подожжете, не знаю, какую-то пластмассовую ручку или кусок резины, вы почувствуете характерный такой запах жженой пластмассы или жженой резины, то есть будет что-то подобное. Эффект такой же. Емкости и приспособления, которые контактировали с незапеченной полимерной глиной, не используются впоследствии применять при приготовлении пищи. Печку или духовку, в которой вы запекаете полимерную глину, следует помыть перед приготовлением в ней пищи. Если вы работаете с полимерной глиной довольно много и часто, то лучше приобрести для запекания какую-то отдельную мини-печку. Если вы работаете с глиной от случая к случаю, то домашняя духовка вполне подойдет, вы не отравитесь. Единственное, протрите духовку после запекания. Также могу порекомендовать использовать кулинарный рукав или какие-то специально отведенные для этих целей емкости. Продаются одноразовые формы для выпекания из фольги и бумаги. Я видела такие большие для пирогов, размером где-то 20 на 20 сантиметров. Их можно сложить как коробку-крышка-дно или можно самой сделать коробку из бумаги с крышечкой и выпекать в них. Если вы выпекаете в какой-то закрытой емкости или используете приспособления, о которых я рассказала, то мыть духовку уже будет не нужно. При выпекании открывайте форточку или окно, чтобы помещение хорошо проветривалось. Не сидите над печкой, не дышите. Если у вас есть дети или домашние животные, им тоже нечего делать там, закройте на кухню дверь. Это основные правила, которых нужно придерживаться при запекании изделий из полимерной глины. И если вы все выполнили так, как я рассказала, проблем возникнуть не должно. Но все равно возникает, конечно же, очень много вопросов, поэтому отдельным видео я отвечу на самые популярные, интересные, а также на странные вопросы. Знаете, иногда, правда, такие странные вопросы задают, которые я получала на эту тему. С вами была Анна Оськина. Спасибо за ваши комментарии и положительные оценки моих видео. Мне это очень приятно и ценно. Задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь на связи. До новой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!